Итак, 21-я церемония награждения лауреатов конкурса «Директор года Сибири» предприятия «Года Сибири» состоялась. Напомним, это важное состязание коллективов и их руководителей проводят издательский дом «Сибирское слово» и межрегиональная ассоциация руководителей предприятий совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, деловым клубом СЭР при поддержке властей города и области. В нынешних условиях особенно важны такие конкурсы, такие мероприятия, поскольку это дополнительный положительный стимул для предприятий в их развитии, поддержка усилий и директоров, и коллективов, это формирование имиджа промышленных предприятий, чтобы молодежь шла, получала рабочие профессии. И считаем, что каждая победа в этом конкурсе – это сейчас вклад в нашу общую победу. Конкурсная комиссия определила лучших директоров и их предприятия, которые работают в различных отраслях экономики и реализуют смелые инновационные проекты, внедряют передовые наукоемкие технологии, решая задачи импортозамещения. Одна из отличительных черт этого конкурса, что он открывает новые имена, позволяет увидеть, где направление прорыва, ну и не только специалистам, просто рядовым жителям Новосибирской области понять, что да, мы развиваемся, увидеть, может быть, для себя какое-то новое применение, новый проект, новую сферу деятельности, новую точку приложения своих сил. Мне кажется, вот это главная задача конкурса. В этом году конкурсу исполняется 21 год. За это время победу в нем одержали более 700 руководителей и коллективов предприятий. Пробиться в таком сложном, на мой взгляд, конкурсе очень почетно, потому что вот все те сферы, которые здесь представлены сегодня, все те руководители предприятия, все те организации, в связи с тем, что они нас, как образовательная организация, признают, что мы есть учреждения, которые качественно готовят для них кадры, соответственно, данный приз, данный показатель для нас очень важен. В каких условиях пришлось работать коллективом предприятий и организаций Сибири, их руководителям, которые принимали непростые и часто непривычные решения, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Прошедший год для нас всех был непростым, с новыми сложностями, с которыми мы все столкнулись, с новыми возможностями кто-то и с этим столкнулся, и умело этим воспользовался, с новыми вызовами на некоторых предприятиях и организациях. Сегодня производственная загрузка выросла кратно к уровню 2022 и 2021 года. В этом году конкурсная комиссия определила 27 победителей в номинации «Директор года Сибири» и 20 в номинации «Предприятия года Сибири». Самые активные и успешные лауреаты выявлены в сфере аграрного комплекса, в сфере промышленности и УПК, а также здравоохранения, строительства, ЖКХ и образования.